друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что меня появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях ну а своих хороших добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что друзья мои сегодня последний денечек осени и завтра по календарю уже будет зимушка зима поэтому я вам поставила такие прекрасные красивые картинки собственно я их уже на вам демонстрирую наверное последние недели три да у нас уже давным давно лежит снег снега полным полно у нас уже во всю зима друзья мои но собственно последние сводки с полей никто не отменял как я обещала обязательно выйду в прямой эфир так что ну понятное дело мои зрители придут пообщаться вместе со мной в прямом эфире в чате как всегда знаете друзья мои вот все таки повторюшки бабы хрюшки самые настоящие о ком-то я да об уралочке собственно конечно же в первую очередь про уралочку друзья мои вот все что можно слезать с меня уралочка просто слезала и даже мое вот это бесконечное обращение девочки да девочки ребятки друзья мои там девочки да вот именно я всегда так говорю обращаясь к своим зрителям да как на youtube канале да девочки мальчики и так далее так и в телеграм канале и это туда же туда же своего ничего не может придумать и вот этим зайди елейным голосочком девочки пятилетней нашей фефочки да нашей красопеточки нашего масенького масюсенького кукленка девочки спешите девочки господи ты боже мой я когда услышал ее завывание в телеграм-канале мне стало смешно уралка начала как и я кидать голосовые сообщения но собственно с понятно потому что если она начнет писать хоть что бы то ни было кроме здравствуйте спасибо и до свидания там будет такое количество ошибок что знаете там никто ее тарабарский как всегда не поймет да ну так вот друзья мои то нафиг никому был не нужен телеграм да я говорю про уралочку то бац начала повторять за мной решила там открыть комментарии собственно я туда зашла посмотрела смотреть там ничего по той простой причине потому что тут же все там бегом бегом удаляется ничего там не видно все блокируется исключительно лизательные комментарии 20 там 20 комментов от трех хомячков три друзья мои три коллеги как говорится три чумы ну что не сомневаюсь что сидят они постоянно у меня и на youtube канале телеграм канале у нас там такая активность поэтому конечно же они туда бегают и собственно ты ряд у нас постоянно абсолютно все что можно как говорится стырит чё хочу сказать ребят я тут просто офигела я значит смотрю ребята у них тут праздник живота каждый божий день вы знаете 27 числа был сливу а пирог сливовый 28 числа были блинчики это я говорю только то что ну так скажем на десерт на сладкое да я даже не беру там плов там какие-то там основные блюда и так далее да я беру вот именно вот десерты так скажем да в общем пирог сливовый блинчики 28 числа были до 29 числа друзья мои то бишь вчера у них была покупка мяса они там бегали носились как списаны турбами с этим мясом ну а сегодня друзья мои 30 числа у уралки значит по плану бешбармак да собственно что она нам продемонстрировала ну а еще друзья мои она уже напекла трубочек представляете да стоит довольная выложила фотографию постараюсь ее поставить на превью где она довольная и счастливая лыбу давит на все свои зубы ну или не свои понятия не имею какие у нее там вставные не вставные и значит с этими подносами трубочек там 255 штук но их не считала я так образно говорю их в любом случае много и уралка подписала подписала что это все очень очень вкусно вы знаете ребят я собственно даже не сомневаюсь да она подписала ой как вкусно я не сомневаюсь что это все вкусно но опять же надо же наверное как-то немножечко соображать и понимать что ты вот это вот вкусно поедаешь каждый божий день праздники на то и праздники чтобы они были так скажем да и чтобы вот это вот ценилось и ощущался вкус праздника если каждый день есть вот эти вот сладости сладкое печеное мучное и так далее то ты потом уже просто перестанешь ощущать вот этот вот вкус это только один момент ну а основной момент тот самый что как раз таки ей вообще все это есть категорически нельзя то есть ее вес может расти все больше больше и больше и доставлять ей все больше и больше неприятностей да неудобств потому что ну тут уже каких удобствах можно говорить когда она сама себя элементарно во многих моментах даже обслужить не может при помощи того же сарафана может себя только обслужить да так скажем прибегая к его услугам а ну а в плане здоровья я вообще здесь просто молчу ребят человека с таким избыточным весом просто априори не может быть здоровым но не может быть здоровым то что то что у нее большие проблемы это сто процентов знаете я вот смотрю на эту фотографию вот на эту превью да ну вернее превью это я у себя буду делать где она довольная где она значит с этими трубочками туда-сюда я честно просто в шоке знаете в данном случае мне хочется сказать уралка тебе наверное все таки ты знаешь инвалидность или поголовушки вот скорее всего потому что стоять и хорохориться и каждый раз жрать вот это вот все печеное да мучное вот это вот все сладости и говорить еще при всем при этом да я-то спокойно душу да я-то равнодушно к сладкому она и видно мы прекрасно понимаем что она все равно все ест она все равно все пробует она не просто так там дегустирует да по чуть-чуть там попробовала и все поклевала как птичка да нет конечно же ребят и хоть бы кто ей что-нибудь сказал нет я зашла посмотреть а там вы знаете просто 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 ей пишут одни хвалебные оды то есть никто из хомяков ей не написал о том что оля что ты делаешь что ты творишь да возьмись займись собой а они прекрасно понимают что ей такое писать нельзя иначе она сразу же заблокирует да сразу же выкинет поэтому собственно они пишут какая-то красавица да одна пишет ой а мы всей семьей вас смотрим а вы знаете а мы прямо вот всей семьей сидим и смотрим ребят я себе с трудом представляю вот вот эти семьи да вернее опять же я вот посмотрела на вот этих вот женщин у которых там были даже фотографии то есть там сидят взрослые женщины да и они говорят о том что они садятся всей семьей и смотрят уралочку вот мне просто интересно а что они там хотят почерпнуть какую информацию я не представляю вот усесться со своим ребенком со своим мужем смотреть вот это вот немое кино где знаете тупой еще тупее что там можно смотреть скажите мне пожалуйста там что можно взять на заметку для себя какие-то рецепты нет она даже элементарные какие-то блюда готовила впервые в жизни да такие как гороховый супу я никогда его не готовила да многое другое она готовила тоже и признавалась что готовила впервые в жизни как она готовит вы меня извините конечно когда человек даже не может нормально продукты да вот тоже куриное филе нормально очистить от пленок да так чтобы их не было да вот это вот эти вот всякие там жировички и так далее да когда она не может нормально почистить рыбу оставляя черной пленки которые любой знает прекрасно что это во первых да это как бы недопустимо во вторых это придает рыбе горечь потом то есть когда вы едите она начинает горчить как раз таки вот это вот делают свое дело вот эти вот черные пленочки да то есть она вообще ничего не знает а и так сойдет тетя тяп-ляп да как говорится все у нее хорошо все у нее прекрасно чему она может научить как создать уют в доме нет у нее уюта в однокомнатной квартире от родясь никогда не было никогда не было вообще никогда ей это было неинтересно несмотря на то что она сидела дома да и собственно могла себе позволить заниматься домом да заниматься создавать уют в этом доме на что может показать как надо ухаживать за собой да и как прекрасно выглядеть в 53 года нет даже близко этого она не покажет как воспитывать там ребенка да прекрасное взаимоотношение с мужем, она тоже всего этого не может показать. Как какой-то высококлассный специалист, она вам тоже ничего не расскажет. Она элементарна, даже два слова связать не в состоянии. То есть, если их включить, это, знаете, разговор, да, слепого с глухим или с небым, да, вот как угодно, да, собственно. То есть, один там гогочит постоянно, там, палец покажи, он начинает ха-ха-ха-ха-ха, да, и это. Ну, че, 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 и вот это. Вот одно и то же, каждый, боже, день. Ничего, никакой смысловой нагрузки от слова совсем. Действительно, поистине, ютубовские фрики. Ну что, друзья мои, вы знаете, мне так стало смешно. Там, значит, я зашла к Уралочке, туда, в телеграм-канал, и там ничего нет, но я сделала, сделала некие скрины, дабы, в общем, вам рассказать, о чем же там пишут, друзья мои, у Ралкины хомяки. Я не удивлюсь, если, конечно, какие-то аккаунты, возможно, принадлежат им же с Сарафаном. Все может быть там, потому что один аккаунт, друзья мои, очень сильно переживал. Вы знаете, видимо, у человека больших проблем в жизни нет, и она писала следующее. Добрый вечер. Спасибо большое за ваше видео. Смотрим с семьей с удовольствием. Удачи вам в продвижении канала. И один вопрос. Почему вы до сих пор не получили серебряную кнопку от Ютуба? Я понимаю, что ее не отправляют в Россию, но вы можете указать адрес близких, которые живут не в России, и потом они вам эту кнопку перешлют. Посмотрите, на Ютубе есть ролики, как получить кнопку в России. Желаю вам поскорее ее получить на зависть всем хейтерам и на радость нам. Вот сразу, знаете, ребят, хочется сказать, ну, правда, ебанько из сказки Морозко. Во-первых, вы знаете, вот обратите внимание, обратите внимание. Точно так же, как Уралка всегда говорит на зависть и на злость всем, точно так же и вот этот вот комментатор рассуждает на зависть и на зло всем. Вы знаете, мне так всегда удивительно, когда люди не живут своей жизнью, а пытаются каждый раз кому-то что-то доказать. Нет никакого смысла кому-то и что-то доказывать. Но нет никакого смысла абсолютно. Каждый день Уралка показывает нам, что бы то ни было, да, и в первую очередь своим зрителям. И каждый день потом она говорит, вот, а это вот на зависть им, а это вот на зло им, а это вот что, а вот кому-то будет плохо, да, 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 а вот у нас так, а кому-то потом будет плохо. Помните, да, вот любая ситуация. А вот они думали, мы не справимся, а вот пусть им будет плохо, а у нас все хорошо. Боже, да так не живут. Да так не живут нормальные счастливые люди. Они никогда не думают, когда делают себе какое-то благо или идут к чему-то, да, там какие-то покупки, приобретения, какие-то приятные моменты в жизни, да, что-то такое приятное, то, что они делают для себя, работая на благо своей семьи. Нормальные люди, у которых все в порядке с психикой, они никогда не думают о том, что это на зло, на зло соседям, на зло врагам, на зло туда. Да не говорят так нормальные люди. А уралки в башке с сарафаном это постоянно кому-то что-то доказать и показать. То есть они не живут ради себя, да, и они постоянно с оглядкой на нас, на хейтеров. Скажите, разве это нормально? Нет, ребята, это вообще ненормально. Абсолютно ненормально. Потому что нормальный человек адекватный, он покупает себе что бы то ни было, не думает о том, что кого-то будет жаба съедать, да, потому что человек, человек по себе судит других людей. Вот как раз-таки уралка и есть та завистливая тетка, которая всегда всем завидует и поэтому всегда говорит про то, что есть некая зависть у людей по отношению к ним. Уралка, не смеши. Никакой зависти по отношению к вашему семейству и к тебе, и к сарафану даже близко быть не может у нормальных людей. Люди живут намного лучше вообще. И намного лучше отношения, и живут намного лучше, и дома намного лучше, и квартиры намного лучше, да, и выглядят намного лучше. Представляешь, даже те, которые старше тебя и на 10, и на 20, и на 30 лет. Ну так, опять же, на минуточку. И вот точно такие же у нее сидят на канале вот эти вот хомяки, да. Вот она написала, серебряная кнопка. Да все прекрасно понимают, да если бы уралке была возможность с сарафаном эту серебряную кнопку получить, они бы ее уже давным-давно бы получили, да. Давным-давно бы там договорились, там с какими-нибудь его там родственниками, да. А переправить эту кнопку была бы у них такая возможность, они бы ее уже зубами бы выбросили, вот эту вот кнопку. Уралка, друзья мои, начала там гектать в голосовом сообщении. Да, девочки мои, я знаю, да, да. Это вот мы сейчас из-за политики, из-за военных действий, говорит Уралка, да, да, да. Мы, значит, не можем, у нас нет возможности этой кнопки. Так она именно и сказала. То есть ей плевать на все. Главное, что кнопки нет серебряной. Я вообще, ребят, когда этот момент послушала, думаю, да. Ну ты, Уралочка, просто, как говорится, знаешь, с такими, да, друзьями, с такими, да, друзьями, как там, господи, да. И, как говорится, враги не нужны, ребят. Ну, сами же прекрасно понимаете это вообще. И потом, да, и потом, вот в любом случае, вот это вот, значит, которая ей писала про эту серебряную кнопку, она два комментария этому посвятила. Я вот сижу, читаю вот этого комментатора и думаю, боже, тетя, у тебя что дома? Проблем больше нет никаких, кроме как думать о том, как бы получить у Уралки эту кнопку. Я не знаю, то ли это заинтересованный человек, то ли это, может, какие-то модераторы, может, это Ириха там за эти кости с мясом старается, я ж понятия не имею, друзья мои, кстати. Кстати, вот сидят они там, Уралка, значит, сказала. А, ребят, представляете, когда Уралка, значит, показала себя с этими трубочками, там началась эпопея. Все кинулись тетке спрашивать у нее, причем даже те, которые на фотографиях выглядели, вы знаете, ну, может быть, примерно возраст у Уралочки, кто-то даже старше. А как делать эти трубочки, Олечка, расскажите, помогите, спасите, Олечка, а как готовить? А где же, одна пишет, а где же взять рецепт приготовления таких трубочек? Ирина, вы, наверное, живете в какой-нибудь пещере без интернета, хотя нет, вроде пишете, да? Пишете в телегу. Ребята, я просто валяюсь. Другая пишет. Зырянова, здравствуйте, как аппетитно смотрится, а можно, пожалуйста, рецепт крема? Пожалуйста, господи, да еще на колени встаньте. Ребят, я просто в шоке. Сидят взрослые тетки, да? Ладно бы, я там еще понимаю, у Уралки были бы какие-то стоящие рецепты, да? Но, опять же, как можно задавать такой тупой вопрос, а где вы берете, а где же взять рецепт приготовления трубочек? Да действительно, да действительно, странно, где это в 21 веке можно взять вообще любовицы. Ну, наверное, надо пораскинуть мозгами, да? И вообще, ребят, вот мне просто интересно, а в каких семьях они росли? Где они воспитывались? У них что, родители вообще ничего не готовили, ни петли никогда? Ничего никогда не делали, и они сами, там кто-то там 40-летний, кому-то там 50, кому-то 60, кому-то 70, вот даже по фотографиям, да? Вы что, никогда в руки вообще тяжелее ложки тоже, как и у Уралки в семье, ничего не брали? Я верю, друзья мои, что у Уралки, вот эти вот хомяки ее, практически все точно такие же безрукие горе-хозяйки от слова худо. А потому что, если бы они умели все это готовить, они бы не стали задавать такие вопросы. Мне, я понимаю, допустим, вот тебе понравился там какой-то рецепт, и там у кого-то что-то спрашиваешь, и чем ты интересуешься, да? Но другое дело, когда я смотрю, что там сидят по 60, по 70 лет женщинам, взрослым, у которых должны быть уже даже взрослые внуки, и они спрашивают у Уралки. Элементарные вещи, а где можно взять рецепт трубочек? Блин, ну если у тебя нет никаких навыков, да, если ты никогда не пекла, родители твои никогда ничего не пекли, да, если у тебя никогда не было книг, да, по кулинарии, ну, наверное, в интернете, да, масса всего на Ютубе, где угодно в интернете, можно найти абсолютно все. Слушайте, ну такие, как прям вот дикарки, самые настоящие, я, ребят, если честно, в шоке. Короче, все хомяки ринулись, все эти три колейки, две чумы, ринулись у Уралки спрашивать, где-где найти рецепт прекрасных трубочек, хотя Уралка эти трубочки печет уже не в первый раз, да, вот я всегда говорю, что они смотрят меня внимательно, Уралкины хомяки. Но Уралку они не смотрят от слова совсем, они вообще ничего не знают, ничего не слышат, да, кто чей муж, кто чей сын, кто чей брат, кто сват, у кого что, у кого туда-сюда, вообще им пофиг, веники, она эти трубки уже готовила несколько раз сто процентов. Они все сидят, и, как говорится, знаете, для них все каждый день, как новый день, да, ну и, собственно, кинулись искать, где найти, где найти. Никто не написал по поводу того, что куда-то жрешь, куда-то все это готовишь, вам уже никому это делать нельзя, но я, знаете, что думаю, может быть, к ним приедут зигаванты и будут опять отмечать, друзья мои, Уралка же там выставил у нас 160 тысяч на канале, и, как говорится, туда-сюда, мы сила, мы молодцы, спасибо, девочки, это все благодаря вам, девочки, девочки, я думаю, что она запричитала с девочками, вот оно, что оказывается, друзья мои, прям косит под меня, да, да, девочки, девочки, припевочки. И правильно мои ребята написали, да, девчонки и мальчишки, о том, что она прямо, знаете, таким же голоском, как я ее изображаю, как раз-таки, когда делаю на нее пародии, ну, честно, мне смешно, ребят. В общем, Уралка показала, показала, значит, что у них там все нормально, все хорошо, спасибо, девочки, это все благодаря вам, благодаря вам, да, Уралочка, именно по этой причине вы своих девочек, как говорится, дрюкаете своей рубрикой, знаете каждый божий день. Вот, видимо, это все, что ваши девочки, да, вот, девочки, да, ну, они же Уралочку называют девочкой, да, а про нас говорят взрослые женщины, даже про тех девчонок, которые значительно моложе Уралочки, которые ей в дочке годятся. Ну, вы что, вы что, они девочки, а мы взрослые же, как можно так себя вести взрослым женщинам, да, а вот таким девочкам, знаете, как Уралочка и старшие, можно вести себя, собственно, как угодно, хоть трусами светить, да, хоть голосом маленького кукленка говорить, здравствуйте с вами, ма-ля-ля-ля, да, да, собственно, как угодно. Короче, Уралка довольная и счастливая, изображает из себя невинную девочку, разговаривает голосочком пятилетнего ребенка и объясняет своим девочкам, ой, девочки, большое спасибо, эти трубочки я выложу когда, не завтра, а послезавтра, да, да, очень просто, да, ой, все очень просто и вкусно, так вкусно, так вкусно и так просто, проще некуда это все дело готовить. Готовить, Уралка, до коню понятно, только твоим девочкам, вот странно, да, как говорится, в таком-то возрасте, да, лет под 40 лет, как говорится, а ничего не умеют готовить. Зашли бы, посмотрели, какие у меня в телеграм-канале девчонки и мальчишки выкладывают прекрасные рецепты, да, и прекрасные блюда, и приготовления, и так далее, вот это действительно красота. И обмениваются рецептами и так далее, что-то там спрашивают, да, спрашивают советы, интересуются и так далее, но где найти рецепт, вот это действительно сильно, это очень сильно. В 21 веке, ну, согласитесь, в социальных сетях можно найти абсолютно все, друзья мои. В общем, Уралочка, я бы сказала своим девочкам, да, друзьям своим подложила самую настоящую свинью, да, да, тоже показывает девочкам, что готовьте, готовьте, как я, ешьте столько, пейте столько, да, будете, собственно, выглядеть точно так же, как и я. Не удивлюсь, если к ним приедут зигаванты, отмечать, друзья мои, все на свете, и 160 тысяч подписчиков, и, собственно, все на свете и мясо обмывать, да, трубочками.